Здравствуйте, ты, ты, я, я, ты, ты, да, тёлка с сиськами, тёлка, тёлка без сисек, ты, да, да, хорошо, Яна Нежданова, Яна Нежданова, да, да, ну, колесо, руль, да, Руль, я, а, да, ты говоришь о машинах и ещё о чём-то, и всё, больше не о чём, только о машинах, о машинах и только о машинах, да Поехали! И первая новость просто квинтэссенция няшности и мимимишности В прошлом месяце большие сильные дядьки из большой и сильной компании Land Rover зарегистрировали товарный знак под мимимишным названием Landy Ещё с весны прошлого года ходят слухи о том, что британцы назовут этим именем самый доступный кроссовер в линейке Landy задумывается как конкурент BMW X1, а многие элементы дизайна он должен унаследовать по слухам от концепта DC100 Прямо как младший ребёнок его обычно любит больше и он донашивает лучшие вещи старшего, прости, Аня В линейке Land Rover Landy займёт позицию ниже элегантного Evoca, что как бы немножечко противоречит фразе «доступный кроссовер» Или по коммуне там измеряют доступность автомобиля? По Прохорову? Весело, как обычно Что касается слухов о технических характеристиках автомобиля, тут есть два варианта развития Либо основой послушат модифицированная начинка Evoca, либо, внимание, новая платформа, разработанная в сотрудничестве с индийским Tata и китайским Cherry Мы уберём бодушки безопасности, фиксаторы двери, фиксаторы руля, а чтобы завести машину нужно будет спеть болливудскую песню и посыпать приборную панель кари Нет, мы просто скопируем Evoca, плохо скопируем Evoca Может быть даже получится не Evoca Следующая новость о том, как наша жизнь становится сложнее В жизни всё сложно Всё, дорогие водители, брелки с кнопками открыть-закрыть багажник уже совсем скоро, возможно, останутся в прошлом Совсем недавно в производство поступил новый спорткар BMW i8 Создатели напичкали спорткар множеством ништяков Алюминиевое шасси, кузов из углепластика, лазерная головная оптика Но особенно наше внимание привлек новый ключ зажигания Суть в том, что меньше всего этот гаджет напоминает ключ-брелок И ладно бы только внешне, но немцы зафигачили в эту штуку столько наворотов Что из простой штучки с кнопками она превратилась в настоящий смартфон Жидкокристаллический дисплей высокого разрешения будет оповещать водителя о состоянии его авто Есть возможность программировать кнопки под желаемые функции Настройка параметров на дисплее ключа В дисплее ключа? У ключей теперь есть дисплей? Кажется, я знаю, кто в этом замешан Вот оно светлое будущее, теперь у всего будет дисплей Сначала ключи с дисплеем, а что дальше? Зубная щетка с дисплеем, тушь с дисплеем, дисплей с дисплеем Помимо дисплея у ключа есть еще и батарейка, которая будет заряжаться во время движения авто Надеюсь, они не андроидовцев для разработки привлекали Хотя не факт, что с Apple было бы лучше С сегодняшнего дня мы запускаем в Apple Store Это такая штука у нас айфончиков, не знаете Приложение открыт багажник, всего за 85 долларов 99 центов Купить такой гаджет можно будет всего за 135 тысяч долларов И только в комплекте с полуэлектрическим спорткаром Короче, пока сложно сказать, приживется ли это новаторство Но вот проблема, где мои ключи, почему нельзя на них позвонить Возможно, будет решена уже в ближайшем будущем Чешское представительство Volkswagen в сотрудничестве с Tuning Atelier Разработали и построили новый концепт-кар Mama Up Это хэтчбэк для мамаш с новорожденными детьми Автомобиль выполнен в белорозовых цветах Покрыт специальной пленкой А салон обтягивали кожи специалисты Carlyx Design Кроме того, концепт получил головные фары И выпускную систему АБТ Легкосплавные колесные диски Оз и резину Pirelli А в салоне вообще, чертся, что творится Вместо пассажирского кресла Прифигачили пеленальный столик С отсеками для детского питания Игрушек и всякой прочей маминой хрени А детское кресло, кстати, находится на заднем сидении Складывается ощущение, что в этой машине Они планируют исключительно есть Причем, честно говоря, я очень плохо себя представляю Как этой женщине придется изловчиться Чтобы сидя за рулем Еще и ребенка на заднем сидении накормить Женщинам-горовых это опасно Неадекватные мамаши это еще более опасно Все это вместе, да еще и за рулем этого розового монстра Это вообще какая-то гремучая смесь Представляете, да? Она опаздывает на распродажу пеленок А ее чабы с заднего сидения И с тошной вопя сообщают о том, что хочет чего-нибудь захавать Думаете, она вставает в машину и покормит ребенка? Нет, она же женщина Юли Цезарь Она обязательно попытается покормить ребенка в дороге А потом что? Ой, милый, приезжай, вот кажется, что-то бэху томяло Вообще, это умотворение еще далеко до статуса истинной машины для молодых мам Вообще, вот где дополнительное пространство Перед водительским сидением для шестого размера груди? Где, в конце концов, Анжелина Джелли Вылезающая из бардачка и готовилась сыновить ребенка, если что? Хотя, может быть, это авто просто попытка пометить особо неадекватных женщин Типа, видишь розовый хэтчбэк? Осторожно, не дай бог подрежешь Заарканит себя поповиной и задушит памперсами К счастью, это авто существует только в единственном экземпляре И вряд ли поступит в продажу Но если это авто все-таки поступит в продажу Можете смело готовиться к рекламе на тестах на беременность И слоганам на презервативах Не купил презерватива в пачку? Раскошелишься бабе на новую тачку И не понимая, что за дискриминация Где автомобиль для второй половины человечества? С встроенным холодильником для пива, бардачки И черным кожаным диваном на заднем сидении Это, кстати, не первая попытка сделать автомобиль для молодых мам Фиатовцы уже делали что-то подобное на основе панды Окраски кузова сделали максимально яркими Впихнули в салон дополнительное зеркало для слежения за ребенком И обшили сидение легкомоющимся материалом Стоило авто, кстати, совсем недорого Всего чуть больше 10 тысяч евро И по просьбе наших дорогих зрителей Мы возвращаем рубрику интерактива в наше шоу Попробуйте отгадать, что это за машина Свои комментарии оставляйте в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке Под этим видео Вы все знаете И на этом все Пока С диваном на заднем сидении Да Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо